С праздником Ханука всех еще раз! Афрейл и Ханука, как говорят у нас в Биробиджане. Очень рады видеть здесь всех в этот праздник. И хочется в первую очередь поблагодарить 7-го Любавического Рэбэ. Это тот человек, который вывел этот замечательный светлый праздник из еврейских домов на улицы. И если раньше Ханукия, конечно, она зажигается, ее принято зажигать так, чтобы видно было на улице. Праздник, который ориентирован на улицу, но так, чтобы были общественные зажигания Ханукии. И такие празднования, мы удостоились этого видеть уже в наше время с новшеством 7-го Любавического Рэбэ. И очень приятно видеть, как именно город Биробиджан воплощает такое празднование в жизнь, как ни один другой город, наверное, на земле. Еще раз спасибо всем большое и городу Биробиджан, и филармонии, и вам, что вместе мы так замечательно и тепло празднуем Хануку, а фрейлы Ханханука. На сцену приглашается председатель биробиджанской еврейско-религиозной общины Фрейд Олег Андреевич Слобачук. Дорогие друзья, поздравляю вас со светлой и радостной Ханукой. Благодарю коллективу филармонии за возможность встретиться и вспомнить традиции и обычаи праздника. Желаю, чтобы в наших сердцах был мир, свет и радость, а в наших делах благородность и справедливость. Мы благодарны нашим почетным гостям за теплые слова в адрес праздника Хануки. Каждый день в нашей жизни что-то происходит. Обычные дни сменяются всплеском эмоций по какому-либо поводу, или наоборот, бурлящая всплеском эмоций по какому-либо поводу жизнь постепенно переходит в спокойное русло. Неизменным остается лишь одно – тяга людей к праздникам. Желание как-то по-особенному отметить то или иное событие. Праздники бывают разными. Одни уходят своими корнями в глубокую древность, другие совсем молоды, одни являются отражением традиций какого-либо народа, другие связаны с верой и религией, другие, важно, носят торжественно-государственный характер, другие умиляют простотой и скромной радостью, нося статус семейного праздника. Творческий коллектив Биробежанской областной филармонии подготовил для вас цикл музыкально-познавательных программ под названием «Праздник каждый день», где вы узнаете о традициях и обычаях разных народов, познакомитесь с культурой различных торжеств. Наш первый концерт посвящен еврейским праздникам. Творческий коллектив Биробежанск О, народ древний, как равентору ты листал страны, Так раскрой небо, посчитай звезды, как свои раны. Ты гоним ветром, ты болим солнцем, ты мечом мечен, Но враги смерти палачи тленны, а народ... Народ вечер! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить с вами о традициях великого народа. Его история отображена в библейских писаниях, его культура хранима с древнейших времен, его традиции почитаемы современниками. Сегодня наша программа посвящена еврейскому народу. Богатство иудеев – это его национальная культура. Труды писателей этого народа читает весь мир. Они рассказывают о маленьких людях с большим сердцем, о трудностях и невзгодах, которые могут встретиться на пути любому. О богатстве и славе в награду за труд и упорство. Еврейский театр. Еврейский театр – это особый колорит. Эксперименты и специфичность в большей степени уносит характер трагикомичности и сполна отражает жизнь евреев. Еврейская кухня – вкуснейшие блюда, созданные по древним рецептам, но с обязательным добавлением изюминки от каждой аидыша-мама. Народные еврейские танцы. Их знают и любят во всем мире. Издревле носившие религиозный характер танцев евреев по сей день остаются неотъемлемой деталью семейных и всенародных праздников. Они полны драматизма, но непременно переходят в состояние безудержного веселья. Еврейская музыка. Она всегда основана на фольклорных мотивах. Где бы ни жил еврейский народ, какой бы ни была современной музыка вокруг, еврейские мотивы звучат сквозь века, неся с собой дань уважения к традициям древнего народа. КОНЕЦ 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 у этого народа я вас умоляю что вы можете сказать за евреев слушайте я извиняюсь просить в игре нет тогда отойдите в сторону дайте мне поговорить слушайте о чем так неинтересно вам рассказывал этот молодой человек а вообще-то мы говорили о еврейских праздниках неправильно не так надо начинать рассказывать о еврейских праздник простите пожалуйста а как надо надо называть месяцы еврейские вот скажите мне пожалуйста когда во всем мире принято отвечать отмечать новый год 31 декабря на 1 января а евреи празднуют осенью в месяц который называется тишрей праздник нового года называется роша шана каждый иудей отчитывается перед всевышним о своих деяниях за год в первый вечер роша шана принято желать друг другу быть вписанными в книгу жизни а во время трапезы все едят халу обмакивая ее в мед чтобы весь год был сладкий но более современной обычай есть яблоки с медом в праздник принято одевать белые одежды служащие символом чистоты а на стол подавать много сладких блюд для дальнейшего благополучия начинается праздник со звука шафара трубление в шафар одна из важных заповедей праздника она призывает евреев вспомнить о том что возможно они кого-то когда-то обидели а значит нужно попросить прощения особенно важно извиниться перед членами своей семьи и перед друзьями ну а затем праздник продолжается веселье и и а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Слушайте, что мы все время ходим, а? Слушайте, ходим, ходим, уже ноги устали. Так может мы присядем где-нибудь, я знаю, мило будем беседовать. Где, например? Где, например? Мне нравятся вот эти вечно еврейские вопросы. Где, например? Например, вот здесь, например, как-нибудь можно присесть. Ну хорошо, я вынесу стулья. О, какой хороший молодой человек, он вынесет стулья. Молодец, понимает, что тяжело вести целый кинцовый. О, молодец, все несет. Вот, хорошо. Ну вот совсем же другое дело, а то ходим как евреи по Синайской пустыне. А, я вижу, вы вспомнили еще один еврейский праздник. Закон основан на истории об исходе евреев из Египта. Называется этот праздник Суккот. Суккот тоже отмечается в месяц Чешрей и длится 7 дней. Второе название Суккота – праздник Кущей. Чтобы хорошо подготовиться к нему, нужно сходить на базар, приобрести цитрусовый плод Этрок, пальмовую ветвь, веточки Мирта и Ивовые ветки. И из всего этого еврей должен построить шалаш. И пребывать в нем все 7 дней. Ну, большинство современных аудеев в шалаше только обедают. Но это нисколько не уменьшает значимость праздника для них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Месяц Тишрей заканчивается, за ним следует Хешван, а потом наступает Кислев. Он примечателен тем, что почти в самом его завершении начинается праздник, который мы отмечаем сегодня, праздник Ханука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что вы, Ханука, это прекрасно. Я говорю, не очень хорошо в том плане, что мы сидим, а рядом нет даже стола. Вам принести стол? Вы можете принести стол. Ой, как хорошо, наверное, у вас все есть. Сейчас, наверное, вам будут аплодировать, потому что... Да, а то я думал уже, что у нас нет зрителя. Ой, как хорошо, спасибо. Ой, спасибо. Ибо, вот видите, это же совсем другое дело. И уютно стало. Так вы говорите, что Ханука, это праздник света. Именно. Он посвящен очищению Иерусалимского храма и возобновлению в нем службы после изгнания греко-сирийских войск. Евреи нашли в храме масло для свечей. Его количество хватило бы на то, чтобы пламя светильников горело целые сутки. Но каким-то чудом огонь продержался. Это восемь дней. Да, и в знак этого каждый день праздника зажигается Ханукия. А еще это любимый праздник еврейских детей. Им дарят много сладостей и подарков. И нет ничего прекрасней, чем получить подарок от отца или любящей мамы. Аидыше мамы. Мои дарят много сладостей и подарок от отца или любящей мамы. Мои дарят много сладостей и подарок от отца или любящей мамы. Мои дарят много сладостей и подарок от отца или любящей мамы. Мои дарят много сладостей и подарок от отца или любящей мамы. Мои дарят много сладостей и подарок от отца или любящей мамы. Мои дарят много сладостей и подарок от отца или любящей мамы. Мои дарят много сладостей и подарок от отца или любящей мамы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка В наше время в такое холодное возьмет травы, я не знаю. Вот ваша мотка. О, спасибо. Спасибо. Так, а... Поближе. Хорошо, хорошо. Так что вы там говорили про Песах? Песах – наиболее светлый иудейский праздник. В Израиле его празднование происходит в продолжении 7 дней, за пределами Израиля 8. Начало Песаха – 14-й день весеннего месяца Ниссан. Центральным событием праздника считается пасхальный вечер Седер-Песах. На столе помимо Мацея обязательно должна стоять киара, а на ней должно находиться 6 блюд. Зруа – кусочек жареного мяса на кости, марор – горькая трава и карпас, любая зелень с огорода, хоросет, миксы с перетертых яблок и орехов, хазерет, тертый хрен и бойца – вареные яйца. Ой, предлагаю восстановить всю эту атмосферу на этом столе. Да, пока ходит. Сколько смогу? Хорошо. Ну, пока можно покушать. Моцы, пока его нет. Да, что-то еще принесете? Как хорошо. Ну, какой праздник? Да. Но я вам хочу сказать, чего-то не хватает. Да чего ж еще тут не хватает? До веселой музыки. До веселой музыки. До веселой музыки. До веселой музыки. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Пожалуй, мы поговорили о всех главных праздниках в году. Пожалуй, хочу отметить, что вы очень гостеприимный хозяин, такой шикарный стол. Я хочу отметить, что вы большой хитрец, но вдобавок к этому очень знающий человек. Вы помогли нам сегодня познакомиться с замечательными традициями, которые сквозь века бережно хранит еврейский народ. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Дорогие друзья, свое творчество вам сегодня дарил ансамбль Биробиджанской областной филармонии «Бэр Ришит». Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok